В продолжение темы о возбуждении уголовного дела по неуплате налогов. Так, разберемся с самым главным вопросом. Луньсин не платит налоги. Если брать факты, то с момента начала реализации проекта в бюджеты всех уровней выплачено налогов на сумму более 1 миллиарда рублей 800 миллионов. Из них республике выплачено около 950 миллионов. Другими словами, Луньсин платит налоги. Далее, после включения компании в реестр инвестиционных проектов, они больше ничего не платят республике. Ошибка в постановке вопроса. Смысл инвестиционных проектов в том, чтобы перенаправить налоговые выплаты на фактические вложения в республику. За то время, пока реализуется проект, компания активно участвует в развитии республики. И это не просто слова. Около 2 миллиардов рублей. А если быть точнее, то строительство автодороги Бояров Катурахем и ее обслуживание. Ежегодно компания тратит на это около 20 миллионов рублей. Строительство обездной дороги в Кызыле, буддийского комплекса в столице региона Кызыле и православного храма в селе Турахем. Кроме того, компания ежегодно поддерживает оленеводов Тоджи, постоянно оказывает спонсорскую помощь социальным учреждениям Тоджинского района. Также компания приступает к строительству школы восточных единоборств республики Тыва. Она будет построена в восточной части Кызыла. По проекту там ежедневно будут обучаться от 300 детей. И, наконец, третий вопрос. Почему мы говорим, что Лунь Син платит налоги, если на них заведено уголовное дело? Действительно, факт уголовного дела также неоспорим. Но сейчас слишком рано делать какие-либо выводы. Одно точно и ясно. Проблема внутри компании уже сказалась на их репутации. Особенно с учетом того, как сильно они старались все это время участвовать в развитии республики. Нет сомнения, что и следственные органы, и проверка самой компании дадут внятные ответы. Мы непременно продолжим следить за развитием событий и сообщим о том, как движется расследование.